Здравствуйте! Разберем закон Бойля-Мариотто и Гей-Люссака. Зависимость между объемом газа, давлением и температурой выражается общим уравнением, объединяющим законы. Выражается формулой давление на объем относится к абсолютной температуре, как давление нулевое объему нулевому относится к абсолютной температуре нулевой, где давление, объем и температура это при данной температуре, а давление нулевое объем нулевой температура нулевое при нормальных условиях. Теперь разберем две задачи к этому закону. Задача первая. При температуре 25 градусов по Цельсию и давлении 99,3 килопаскалей, что соответствует 748 миллиметров тутного столба, некоторое количество газа занимает объем 752 миллилитра. Найти какой объем займет это же количество газа при 0 градусов Цельсия и давлении 101,33 килопаскалей. Все это выписываем в дано и определить и решение по формуле, которую мы записали более Мариотто и Гей-Люсака. Из этой формулы выводим объем нулевой. Подставляем данные и у нас получается объем нулевой равен 136,46 миллилитров. Пишем это в ответ. Задача вторая. При температуре 27 градусов по Цельсию и давлении 720 миллиметров ртутного столба объем газа равен 5 литров. Какой объем займет это же количество газа при 39 градусов по Цельсию и давлении 104 килопаскалей. Записываем дано и что определить. Теперь решение. Первое. Переводим 720 миллиметров ртутного столба в килопаскале. По таблице данной в учебнике мы смотрим, что при температуре 0 градусов Цельсия тогда давление 760 миллиметров ртутного столба. Это соответствует 101,325 килопаскалей. А при температуре 300 по Кельвину соответствует 720 миллиметров ртутного столба, как у нас написано. Это соответствует давлению в килопаскалях. Вопрос. Мы определяем П1 из этой пропорции и у нас получается 95,992 килопаскалей. Находим второе. Находим объем 2. Тоже по формуле общей. Объем 1 к давлению 1 так относится к температуре 1. Как давление 2 к объему 2 к температуре 2. Из этой формулы определяем объем 2. Подставляем цифры и у нас получается 4,8 литров.